Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. И начнем мы с праздника у Шойгу. В Феодосии прилетело по кораблю Новочеркасск. Там в общем так обломки разлетались, что местные журналисты возле магазинов их находили. В окрестностях Феодосийского порта можно встретить множество фрагментов обширки большого десантного корабля Новочеркасск. Сегодня ночью он получил повреждения, а вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Атаку также подтвердили в МОУкраины. Тактическая авиация воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота. Все видеокадры у нас будут в Телеграм. Русские тут же ответили, но как вы понимаете не по военным объектам, а по мирному населению. Они ударили в прямом смысле слова по гражданскому эвакуационному поезду. То есть понимаете, они отвечают в прямом смысле слова атаками по гражданскому населению. Российская Федерация не платит за доставку белорусским перевозчикам. Не оплачивают доставку совсем. Частные компании по заказу властей производят доставку машин, деталей и других товаров для ВПК России. Фуры приезжают тысячи километров и все это за свой счет. На обращение компании им отвечают, что деньги будут. Просто сейчас немного задержек. Многим компаниям уже не выплачивают по 8-10 месяцев. Из-за угроз закрытия компаний со стороны режима Лукашенко они не в состоянии прекратить эти поездки. То есть Лукашенко вроде бы как помогает Путину, но за деньги простых ИП-шиков. А как вы думали? Как вы думали, когда такие товары возили в Россию? Вы надеялись помогать путинскому режиму уничтожать украинскую землю и все хорошо будет? Нет, хорошо уже точно у вас не будет. Бизнес-жет, который используют белорусские чиновники, а в основном семейка Лукашенко, в ночь с 25 на 26 декабря вылетел из Минска, сделал промежуточную остановку в Баку, а затем направился в Дубай. Интересно, сыновья Лукашенко полетели в Дубай отдыхать или сам диктатор втихаря промелькнул? То, что он появляется на телевизоре, ничего не значит, ведь консервы Лукашенко загонтавливать точно умеет. Компания Самсунг прекратила производство оборудования для российских танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Об этом сообщает Рейтерс. И сколько времени понадобилось компании Самсунг, чтобы прекратить и самые поставки? То ли я чего-то не понимаю, то ли ноги не идут. Пожар произошел на станка Гомель. Предварительно огнем было охвачено 150 квадратных метров. Пока о причинах пожара не сообщается, но, скорее всего, виноватых не найдут. Ну, либо какого-нибудь работягу сделают крайним. На просторах интернета разгорелся нешуточный скандал из-за Насти Явлеевой, которая провела голую тусовку или голую вечеринку. Они уже там поголовно извиняются, ведь походу им яйца серьезно прижали. Интересно, что в этой ситуации что, озаренок? Московская элитка, Богема, Тусовочка, все те же, Филипп Педросович, Ивлеева, Собчачка и старуха Лолита. Просто посмотрите на это. Решением главы государства специальная награда президента республики Беларусь присуждена Филиппу Киркорову. Что другие пропагандисты Российской Федерации набросились на них, как шакалы. Хотя, вроде бы, совсем недавно вдясно рязгались друг с другом. Вот, например, Киркоров приезжал лично в Беларусь, поддерживал Лукашенко и рассказывал о том, что режим Лукашенко крутейший, а пропагандисты Беларуси самые профессиональные работяги. А тут озаренок начинает на них наговаривать. Не знаю, что там произошло. Но, походу, как мне кажется, причина тут не в этой самой вечеринке. Хотя люди там серьезно подняли хай. Как мне кажется, это культивируется по другим, совсем отдаленным причинам. Филипп, конечно же, блестящий актер, артист, певец. Всего не перечислишь. У него много наград. И Орден Франциска с Кариной – это высшая награда в Беларуси нашей интеллигенции. Качанова рассказала работницам профсоюза белорусского государственного предприятия, как им повезло с мудрым руководителем страны, что им молиться нужно на Лукашенко. Ведь таких, как он, единицы на планете, на Вселенной. Вот я всегда говорю, вот какая страна сегодня, мы за нее отвечаем, а завтра будете отвечать вы. Так надо же ее взять в надежные руки, чтобы мы были уверены, что никто не предаст эту страну, и ее не разорвут, как было, как мы видели на своем веку, в 21-м году. Когда взяли, разрезали, поплавали, все, иди ты в Польшу, а ты куда хочешь. И вот этого нельзя допустить. А вы видите, что сейчас происходит? Именно, да, это нацелен весь мир. Геополитический раздал мира идет. Вот тот, о чем предупреждал нас президент. Вот он. Я говорю, я иногда слушаю и думаю, господи, вот Александр Георгиевич, он, ну правильно, он мудрый политик, он уже такой аналитик, но не таких милей единицы. Вот ему так, ну если он говорит, делай так, и ты будешь прав. Вот вы понимаете? Я думаю, господи, ну это вот просто уникально. Я говорю, вот в нашей стране просто повезло. Вот делай, как он говорит, и будет правильно. Вот если бы все делали так, как он говорит, было бы все правильно. Белорусские пропагандисты массово идут в депутаты. В палату представителей от Белой Руси баллотируются пропагандист Вадим Гигин и Александр Шпаковский. В Мингоросполком руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эсман, представитель Лукашенковского союза журналистов Кривошеев и ведущий СТВ Пустовой. Это и есть новое веяние белорусских политиков. Вы понимаете, да? То есть этим людям не только в политике, и в Беларуси в принципе делать нечего, а они в политику метят. Белорусский народ представлять будут. А это Минский Красный Костел. Вы посмотрите, как он выглядит. Уже больше года храм закрыт для прихожан. Верующие просят допустить их в костел и разрешить восстановить все повреждения после пожара. Приход костела составляет более 10 тысяч человек. И среди них есть люди, готовые помочь в работах по восстановлению костела. Как вы понимаете, никто не будет его восстанавливать, по крайней мере, в данный момент. Ведь во время протестов там люди собирались. А это для Лукашенко просто неприемлемо. Вы обратите внимание, как Лукашенко взялся за все сферы, где ненавидят диктатора. Церковь, школы, университеты, больницы, поликлиники. Ну и так далее по списку. Спарель заключенного журналиста Игоря Лосика хотят взыскать расходы на содержание ребенка. 26 декабря на имя политического заключенного Игоря Лосика пришла повестка. И его вызывают в отдел принудительного исполнения Барановичского района и Барановича. Их не беспокоит вопрос, что человек в тюрьме сидит. И является политическим заключенным. А что касается содержания ребенка, такая ситуация со всеми теми, кто находится в интернатах, приютах, приемниках, ну и так далее. То есть Лукашенко заявляет о том, что он содержит сирот, а по факту. Потом принудителем порядке заставляет родителей возвращать деньги в государство в двойном или даже в троем размере. Причем не только за содержание, но и за обучение. То есть все то, что декларируется якобы бесплатным, является платным втридорога. Учеба. Студенты и без меня знают, что им светит. Проживание в интернате принудительно. Также не бесплатно. В общем, при любом раскладе эти лицемеры сами запутаются и задушатся в своей грязной, лживой слюне. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Помните о политических заключенных, это важно. Живи Беларусь. Слава Украине. Пока. Слава Украине.